Лукашенко Да, сам Лукашенко в эти дни упорно призывает всех перестать праздновать и, наконец, начать работать. Я надеюсь, что мы уже отпраздновал Новый год, капитально ввязались в решение тех задач, которые мы должны решить в этом году. То есть мы начали серьезно работать. Очень на это рассчитываю. Правда, о том, что нужно работать, Лукашенко говорит за очередным новогодним столом, где он проводит традиционный, как утверждают его администрации, президентский бал на старый Новый год. В зале 300 человек, которым Лукашенко вручил награды и пообещал, что Новый год будет годом мира и созидания. А еще он будет намного лучше, чем год предыдущий. Скажу предельно конкретно, какую бы нам ни навязывали информационную или иную повестки, свою политику и уклад жизни, мы, белорусы, всегда выстраивали и будем выстраивать исключительно самостоятельно. Вот от всех нас, до трех сотен присутствующих здесь, зависит, какой будет наша страна и какая будет жизнь на нашей земле. Никакие внешние обстоятельства и угрозы не изменят наши цели. Самостоятельно выстраивать политику и уклад жизни пока у Лукашенко не сильно получается. Только за прошлый год он загнал страну в еще большую военную и экономическую зависимость от России. Конечно, все это Лукашенко щедро поливает соусом союзного государства и рассказами о международном сотрудничестве. Но только вот и Беларусь, и Россия руками Лукашенко и Путина по уровню изоляции уже обгоняет даже Северную Корею. Все это на фоне того, что, например, Армения отказалась проводить военные учения ОДКБ. Более того, Ереван не перестает критиковать Москву за вялое участие в конфликте с Азербайджаном. Баку в это время старается все сильнее дружить с Турцией, которая, я напомню, член НАТО. Индия и Китай постепенно дистанцируются от дружбы с Россией, а страны Центральной Азии просто пытаются не вступать в открытую конфронтацию. Хотя даже у них, похоже, терпение на исходе. Кто бы мог подумать, что в итоге все будет зависеть от того, как долго будет длиться война против Украины и чем она в итоге закончится. Пандемия коронавируса значительно истощила финансовые ресурсы всех стран мира, включая Россию. А теперь сотни миллиардов долларов тратятся на войну. Между прочим, если вирус мутирует и пандемия разыграется с новой силой, как же будет продолжаться эта война, тоже непонятно. Ведь и с первой волной Россия справилась не лучшим образом. Да и Путину снова придется смахнуть пыль с огромных столов для переговоров, над которыми посмеивался весь интернет. Ну или снова спрятаться в бункере. Кстати, в Китае за последний месяц от болезни скончались уже более 60 тысяч человек. Так что списывать со счетов и этот риск я бы не стал. Ну а вы смотрите сами. Ну а на этом у меня все. А вы не забывайте подписываться на этот YouTube канал. Ставьте лайки и жмите колокольчик. Ну а главное комментируйте. Мне и всей нашей команде важно знать, что вам было интересно. Это правда мотивирует работать для вас и дальше, разбираться в сложном и докапываться до истины. Также вы можете поддержать донатами наш проект на Патреоне. Ссылка в описании.